Один из наиболее сложных транспортных участков города, перекресток улицы Русской и проспекта Столетия Владивостока, был выбран для пилотного проекта в рамках сотрудничества с японской компанией Kiasan Electric не случайно. Выезд собирает огромные пробки, его регулирует сразу четыре светофора. По итогам осмотра места с японскими партнерами, сотрудниками в ПЭС и управления по вопросам ТЭК, определены методы управления потоками. Японская сторона предложила установить датчики на входящем транспорте, на этот перекресток, на четырех сторонах, три из которых являются двухполосными в одном направлении и один участок, это от Столетия по направлению к Зари, он трехполосный. Таким образом у нас получается девять датчиков, которые за счет японской стороны будут привезены к нам. Глава Владивостока поручил в ближайшее время предоставить план график работ, согласованный с японской стороной. С указанием четких сроков монтажа и наладки оборудования, и получение первых практических результатов работы умных светофоров к началу сентября. Считаю, это высокоприоритетно, особенно важно реализовать пилотный проект успешно, своевременно, быстро и, надеюсь, эффективно. При успешном тестовом запуске умные светофоры будут внедрены и на других сложных дорожных участках во Владивостоке. Сотрудничество с компанией Киосан Электрик началось в 2017 году в рамках российско-японского проекта по формированию комфортной городской среды. Система умных светофоров – назревшее решение. Уменьшение дорожных заторов произойдет за счет установки ультразвуковых детекторов и контролеров. Возрастет пропускная способность дорог, снизится расход топлива и количество выхлопных газов, что немаловажно в условиях густонаселенного района Второй речки. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.